Вот. Собрал я мех, генератор. В общем, рассказывать не будут, что время не занимать, не отнимать это видео. Просто покажу, что по расчетам получается сверхъединиц. Вот. Включаю, вот мерю этим осциллографом ток на резисторе. Вот этот 10 Ом резистор, который последовательно вместе со 150 кОм резистором, который 150 кОм от нагрузки на это плечо. Тут 1000 витков, как и тут. А тут по 63 витка. Включаю. Вот. Ну, по этим осциллографии так тут по-другому немножко. Там уже тоже откалибрование очень хорошо. Вот. Частота 39 кГц. Тут он не очень чувствительный по этому прыгает. Вот. Видно, что где-то от пика до пика два с половиной... То есть три клетки. Где-то. Отделение 0,1 вольт. Отделение. Отделение. Ну, а теперь рассчитать можно. Два с половиной... Три клетки поделите на 2 сперва. Получится 1,5. то есть это 0,1 вольт получается 0,15 вольт было от пика до пика 3 клетки умножить на 0,7 чтобы получить теперь из корня то есть среднее значение рмс как называется получается 0,1 вольт вот 0,1 вольт резистор 10 ом я тут уже записал резистор 10 ом так теперь знаем знаем сопротивление 10 ом знаем ток 0,1 то есть напряжение 0,1 вольт теперь ток будет ровен напряжение поделить на сопротивление будет равно 0,01 ампер ампер такой ток получается а вход 2,5 ватт я тоже мерил по этому осциллографу там высчитал тоже это сопротивление ставил там амплитудно считал ну можно потом померить более точно жаль не взял прибора который на 10 ампер мерит а то то у меня там на 20 ампер там ничего не увидишь а цифрового не взял так теперь значит 0,01 ампер а теперь знаем что резистор на 150 вот столько вот 150 тысяч ом это 150 килоом и теперь сопротивление это ток знаем а напряжение чтоб узнать напряжение и умножить на р равно 0,01 ампер умножить на вот такое сопротивление и ровно ровно вот 1500 вольт получается это среднее значение получается я сомневаюсь что тут а теперь а теперь зная ток зная напряжение это умножить ток на напряжение умножить на 0,01 ампер получается на выходе 15 ватт а вход 2,5 ватт а вход 2,5 ватт а теперь замерю это сопротивление чтоб самому убедиться что тут 150 килоом я я и 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 я и и и и миллиампер метром. На 400 миллиампер максимально какое потребление. Тут вот питается часть, вся тетелька и драйверы, то есть управление затворами от отдельного источника питания, чтобы не мешали. Подключил я мультиметр, то есть измерение тока от 123 миллиампер. Вот от плюсы идёт, потом по этому проводу идёт, потом переходит на этот коричневый и входит вот тут и вот входит в плюс. Сперва в конденсатор входит в 2 микрофарад, то есть чтобы не было пульсации на нём можно посмотреть, если нет пульсации. Не должно быть, потому что ёмкость его достаточно большая. Вот, практически нет никаких пульсаций. Вот я питание отключу. Вот всё снижаю. Вот, всё снижаю. Вот, всё снижаю. Включаю вот. То есть по постоянному току идёт измерение. Вот, 122 миллиампера. А я намерил 100 миллиампер. Ну, когда мерил переменный ток, я высчитал, что 100 миллиампер. Так только в этой системе ненамного ошибся. Теперь до меры напряжения. Что плюсами минусы 24,72 вольта и 122 миллиампер. Ампером получается 3 ватт. Ну, а я высчитал 2,5 ватт входа. Вот. 3 ватта вход, а 15 ватт выход. Вот такая сверхъединица. Это если вот правильно этот прибор показывал. Тут амплитуду эту. Потому что по этому прибору другая была. У меня деление на ноль одну клетку и тут где-то в 2-3 раза меньше амплитуды было. Но тут я там не доверял, потому что он патруйский. Может, я уже им давно пользуюсь. Может, там что-то перегорело или там что-то не так точно настроено. Больше этому доверял. еще забыл сказать, что... И второй вариант, где тут может быть погрешность, то что этот резистор он какой-то очень индуктивный. И его на таких высоких частотах, хотя это, я бы сказал, не такие уж и высокие частоты, у него... Он как бы... Как реактивная нагрузка частично начинает действовать. Хотя я в этом очень сомневаюсь. потому что там его... Эта индуктивность такая мизерная, что там можно на нее не обращать внимание. Вот я теперь выставил 20 мВ вот тут на этом приборе, вот на этом регистре. И тут вот 20 мВ. И там что-то, видимо, заевшее было. Теперь совсем уже другие показания. Вот тут, когда на это положение бывает иногда что-то глючит и неправильно, видимо, показывает. Потом его теперь показывает вот от пика до пика 91 мВ показывает. Вот RMS 31 мВ, то есть среднее значение 31 мВ. И тут вот что показывает. Так, 20 мВ, 40 мВ. где-то 42-43 мВ в одну сторону. 43 мВ умножить на 0,7 будет 30,1 мВ. Вот. А этот вот сразу уже высчитал, что 31 мВ. Он уже сразу по формуле высчитал. вот от пика до пика 91 мВ. Тридцать. И сколько тут клеток? 20, 40. Где-то 40 клеток. Эту сторону немножко больше, чем 40 мВ. Вот, видимо, что этот немножко может опустим. В общем, 40 примерно мВ. И он вот посчитал. 31 мВ. Если самому посчитать, 40, допустим, 42 умножить на 0,7, получится 29,4 мВ. Допустим, будем верить его расчетам RMS, получается 31 мВ. А тут я был насчитавшим, раньше я был насчитавшим 100 мВ, то есть 0,1 вольт. Когда там был какой-то глюк. Значит, 0,031 вольт. Теперь узнать напряжение, ой, не напряжение, а ток. И равно вот это 0,31 поделить на 10 Ом. Равно 0,031. 0,31 ампер. Теперь ток знаем. Нужно высчитать напряжение этого 1500 Ом. То есть 150 килоом резистор напряжения будет. И умножить на 0,031 ампер умножить на 150 килоом. Равно. Равно. Множить на 150 тысяч Ом. равно 465 вольт. Вот это настоящее напряжение. И теперь напряжение умножить на ток. Умножить на 0,0. 0,031 равно 1,44 ватта. Все-таки вот нет сверхъединицы. Просто какой-то глюк был. А на входе 3 ватта. Продолжение следует...